Всех приветствую, на связи Станислав Орехов. Сегодня работаем снова с планировкой, которую я покажу вам сейчас. Мы сегодня имеем учебную версию Archicad и вот такую планировочку, которую сейчас вместе с вами посмотрим. Итак, заходим с основной зоны. Да, сначала я не вижу здесь общую площадь, но в принципе нас это особенно никогда не смущало, ничего страшного в этом нет. Просто сейчас посмотрим какие-то решения. Так, заходим. 600 указано, отлично. Здесь лучше показать, что здесь будет гардежок, это будет здорово и прикольно. Дальше, здесь какая-то тумбочка, настенная полка с вешалкой и пуфом. Об этом я уже рассказывал, желательно не делать именно настенную вешалку, у вас же вот гардероб, туда все убирайте, не будет здесь никогда бардака, сделайте нормально здесь зеркало, нормально какое-то приличное пространство, будет хорошо. Также, когда заходим, лучше всего, чтобы вот эта вот зона, она была какая-то презентабельная. Мы сейчас у нас центр оси, то есть когда мы создаем пространство, у нас одно из решений это провести ось и по оси сделать что-то красивое, что-то интересное. То есть мы когда заходим, наш взгляд в первую очередь направляется именно по этой оси. То есть мы заходим и мы видим, у нас взгляд падает на этот угол. То есть мы смотрим, когда заходим в дверь и видим перед собой картину такую, что вот стена и угол, и перепад. То есть там у нас получается тень какая-то, а здесь у нас вот эта вот дверь возникает. И спрашивается, чего красивого? Да ничего, мы просто заходим и видим какую-то функциональную историю. Да, это как бы окей, здорово может быть, но когда мы имеем возможность что-то проектировать, мы проектируем это с умом. А если мы с умом проектируем, мы сразу же думаем, как это будет в жизни работать. Возможно, да, опять же я здесь не знаю, есть какие-то мокрые зоны и все остальное, но вот стараться нужно избавиться от вот этого угла, тем более на входе. Хорошо, идем дальше. Попадаем в зону, куда барная стойка и это, я так понимаю, гостиная, это столовая. Ну, во-первых, я бы уничтожил всю эту зону, я имею в виду стены. Лучше всего делать гостиную вместе со столовой, я полностью всегда рекомендую клиентам и сам всегда делаю пространство объединенное, потому что, ну, самая главная опасность, что вот у меня будет неприятный запах идти. Ничего страшного, вытяжку нормальную поставить, запах у вас в любом случае будет идти, вы от него никак не спрячетесь, не спасетесь. А вот закрываясь вот этой вот стеной, ну, как бы получается два пространства, ну, и ни туда, ни сюда. То есть, получается, не нормальная не кухня, да, вот тут вот ютится, да, не нормальная гостиная, то есть, какая-то тоже маленькая. Лучше всего, чтобы кухня была вместе с гостиной, вместе со столовой. То есть, если вот уж вот это делаете, да, под общественную зону, снесите эту стенку, не нужна она. Ну, то есть, ну, реально не нужна. И сделайте, ну, все вместе. Если вы все-таки ставите и хотите разместить, ну, хорошо тогда, как бы размещайте, просто тогда, ну, как бы дизайн будет чуть-чуть более такой куцый, да, чем мог бы быть. Будет более благородное, более интересное, можно решение сделать, а запахи все равно пойдут. То есть, вы никуда от них не денетесь, все равно будут запахи, и все равно все, что там вы пытаетесь избегать, оно все равно будет. Вот, поэтому лучше совместить это все дело, и будет тогда нам счастье. Так, заходим, внутрь мы открываем дверь, это хорошо. Здесь 900, это душ тоже отлично, полотенцесушитель. Две раковины, отлично, стиральная машина. Ну, да, окей, может быть. Вместе со стиральной машиной, да, ее можно встроить и закрыть за какие-то там дверки, да. То есть, лучше ее, как бы, встроить, я не знаю, здесь предусмотрено или нет, но в целом лучше встроить ее в шкафчик, да, и чтобы она была открывающейся. То есть, обычно делают, ну, вот какую-то такую конструкцию, да, на которой, может быть, какие-то такие жалюзиные истории, да, либо просто открывающиеся. То есть, мы открываем, здесь у нас машинка стоит, да, сверху тоже что-то можем поставить. То есть, это вполне хорошая часть, здесь поддерживаем. Также еще один санузел, получается у нас туалет отдельно. Ну, как бы, да, может быть, я все-таки тоже голосую. Опять же, как бы, это мое такое решение за то, чтобы все вместе делать в одном зоне, да, как можно меньше стен городить и как можно больше объединять, тогда будет хорошо. Так, что вот это такое иконостас? Вот это вот я какую-то идею не понял, то есть, это зона какая-то для чего, для чего тут иконостас, что тут будет происходить, то есть, тут какая, что за движуха здесь будет происходить, непонятно, да, если здесь будет какое-то уединение и человек тут будет находиться больше 10-15 минут, то, скорее всего, сюда нужно завести обязательно вентиляцию, да, иначе он просто здесь задохнется, ну, 2 кубометра воздуха. А воздуха, ну, как бы, не очень комфортно, тут будет как-то тусоваться, тем более, там, ну, если находиться надо больше получаса, да, если час, то тяжело, наверное, будет, это просто надо учесть. С другой стороны, вот здесь вот какая-то конструкция, тут, наверное, может быть, есть вентиляция, либо еще что-то, но вот пока не знаю, просто на это обратить внимание нужно. Хорошо, идем дальше. Опять же, я не могу как-то смотреть по, ну, насколько там можно туда-сюда это поменять, то есть, вроде как, логично находится вся вот эта вот условная зона бытовая здесь по центру, и, наверное, да, то есть, я вижу, что здесь, что есть много людей, много комнат, да, и много, большая семья, то есть, тогда, может быть, и логично, да, то, что имеются разные санузлы, чтобы можно было пользоваться независимо, тогда, наверное, да, то есть, так же здесь и здесь. Ну, вот, раковины тоже такие достаточно маленькие, ну, вот эти, да, то есть, как бы, такие вот туда-сюда, ну, не очень удобно, ну, как бы, тут, наверное, опять же, может быть, ничего и не сделать, что надо смотреть. Так, ванна, окей, и здесь хорошо. Да, ну, вот, по центру такая нормальная история. Дальше, что это? Гардеробная. Давайте сейчас сотрём немножко поближе, посмотрим. Гардеробная, хорошо, тогда нужно показать, что это 600-я гардеробная, здесь, в принципе, показано, да, настенный полк с вешалкой и пуфом. Это где? А, это здесь уже, всё отлично. Хозяйственный шкаф. Так, мы идём сюда и видим здесь, какой хозяйственный шкаф. Ну, тоже может быть. В принципе, всё логично сделано, нормально. Давайте зайдём в комнату. Здесь у нас спальня номер один, спальня номер два. Смотрят люди в окно, это хорошо. И два рабочих места, и два шкафа. Классно, хорошо сделано, кстати, очень, ну, хорошо, молодцы, да. Что можно ещё сделать дополнительно, чтобы сэкономить место? Да, всё-таки двухэтажную какую-то кровать сделать, тогда вот это место можно будет, ну, дополнительно как-то использовать для, там, отдыха или для чего-то ещё. То есть диван поставить, либо ещё что-то. Но если нужно именно одноэтажное дело, то так тоже неплохо. Так, и вторая зона. Здесь достаточно маленькая, насколько я вижу, вот это вот само пространство. Будьте внимательны, не должно быть меньше 9 метров, ну, иначе просто не пройдёт, как жилая зона. То есть тут нужно проверить, да. Хотя тут ещё, получается, мягкие кресла-мешки, да, получается здесь. Ну, надо смотреть, то есть насколько вот эта вот сама по себе комната, то есть маленькая. Меньше 9 метров нельзя делать, ну, иначе просто не разрешат её как жилую использовать. Так, здесь какая-то основная зона, получается, что макияжный столик окей, и шкаф какой-то здесь боком-боком. Ну, вот тяжело будет заходить в макияжный столик и полноценный шкаф им пользоваться. Ну, вот не знаю, да, всё-таки, наверное, как-то, может быть, попробовать по-другому сделать. Хотя тут достаточно тяжело организовать. Шезлонг, может быть, макияжный столик сделать на балконе, если уж он, ну, каким-то образом здесь закрыт, да, то есть вполне возможно. А здесь тогда полноценную какую-то гардеробную, да, более полноценную, скажем так, да. То есть вот так вот закрыть. Я бы столик, наверное, всё-таки вынес, потому что здесь он далеко. Лучше, конечно, чтобы он был ближе к окну. То есть я бы, наверное, вот это как бы сделал. Так, в целом, планировка неплохая, да, за исключением там пары мест, которые я там сказал, которые уточнил. И, в общем-то, всё неплохо. Поэтому поздравляю с нормальной темой. Если есть какие-то рекомендации, комментарии, если я чего-то не учёл, напишите в комментариях. Я всем рекомендую, если будете делать, комплектовать, книгу, энциклопедия дизайна и комплектации, по которой вы можете пройти абсолютно все этапы по созданию, согласованию и выявлению, там, основных каких-то вещей при работе с дизайнерами, либо с поставщиками, и вы не совершите ошибок. Вот, книгу можно купить по ссылке в комментарии. Присылайте планировки, присылайте дизайн. Если вам было интересно, то ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. Увидимся в следующих сериях. До встречи.